Рождественское богослужение Многие больные ковидом тоже захотели приобщиться к празднику. Некоторые впервые обратились к Богу. Всех их поздравил с Рождеством и причастил отец Виктор. Перед тем, как зайти в Красную зону, священник с молитвой подходит к мироточивой иконе мученика Николая Нового. На протяжении четырех месяцев он регулярно посещает пациентов в Красной зоне больницы номер 119. Ранее он воевал в горячих точках, а сейчас вместе с врачами на передовой в борьбе с опасным вирусом. Конечно же страшно бывает, но когда ты идешь с молитвой, то страх, конечно, сразу же пропадает. И ощущение Божие, что Господь с тобой наполняет тебе, дает силы как раз таки вот идти туда дальше. Здесь, можно сказать, как на войне. Все зависит, какой ты силен духом. В ковид-отделение отец Виктор идет один. Не хочет подвергать опасности других служителей церкви. С собой лишь церковное масло и молитва. Я вот как переболевший этим заболеванием, я был несколько удивлен, когда я увидел перед собой отца Виктора, который пришел, посетил меня и в дальнейшем курировал, и всячески меня поддерживал. Да, действительно, отец Виктор большой молодец. Он отважно ходит в красную зону и причащает, исповедует пациентов, которые находятся в тяжелом положении. Он сам рискует, но такова вот его служба. Церковь Галины Каринской – знаковое место для многих жителей. Посещать ее стало доброй традицией. Мы сюда давно с семьей ходим, и когда болеем, мама иногда лежит тут. Но в целом это уже давняя традиция, и мы уже лет 10 просто в этот храм ходим. Те, кто выдерживают, те, кто остаются сейчас на работе, те, кто не уходит в отпуск, те, кто продолжает работать, мы должны быть благодарны им, безусловно. И мы должны будем надолго запомнить то, что врачи делают. Этот храм является, помимо того, что больничный, он еще при Троице-Сергиевой лавре. И по существу это скит лаврский. Так что здесь монахи служат. На рождественскую службу пришли и жители ближайших домов. Чтобы сохранить дистанцию, некоторые освобождали место вновь прибывшим в храм верующим. Ставили свечи и отправлялись молиться домой, чтобы разделить радость праздника со своими близкими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова